Один украинский военный ранен сегодня на Донбассе. С 7 утра враг уже 4 раза нарушал перемирие. Из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по украинским позициям в Новоалександровке, Зайцеве, Толоковке и Лебединском. Подробнее о ситуации на передовой узнаем от Игоря Левенка. Опорный пункт украинских военных вблизи оккупированного села Петровского. Эту территорию наши армейцы взяли под контроль несколько недель назад. Они закрепились на стратегической высоте. Позиция рылась, скрываясь от противника, маскируясь. Но со временем наконец-то не поняли, что мы здесь и начали действовать. Теперь не бывает и дня без обстрелов. Враг пытается выбить наших военных. Но армейцы надёжно закрепились. Отсюда установили огневой контроль над несколькими автомобильными развязками. Теперь оккупантам подвозить боеприпасы не так просто. Она контролирует подъезды в Петровское со стороны стыла. Эту вилку. Она контролирует подъезд к Викторовке. Она контролирует подъезд со стороны Раздольного. И получается дорогу, которая ведёт на Староласпу-Новоласпу. А это уже Донецкое направление. Позиции украинских войск в районе аэропорта и шахты Бутовка. Солдаты говорят, артиллерия противника пока молчит. Но это мало радует. Боевики интенсивно стреляют из другого оружия. Стрельба происходит постоянно. Как? Ну, каждый вечер начинают активизироваться примерно. Часам к восьми простреливают. Работает снайпер. Иногда прицельно работают миномёты по пару штук. На Луганском направлении обстрелов меньше. Но активно работают вражеская разведка и диверсанты. Ну, там на перегоне путь. Отдаюсь, чтобы ему удобно переплывать. Один из участков, где может пройти диверсионно-разведывательная группа противника, контролируют два бойца. У пулемёта Руслан и Антон Коваленко. Отец и сын. Родом из Чигирина. Воюют уже не первый год. Говорят, наёмники периодически пытаются просочиться в наш тыл, но безуспешно. Я ждал, чтобы он подошёл до дерева. И мухаю на минимум контузия. Чтобы начать лагать. Отец с сыном подписали контракт. Готовы драться за родную землю. Просят только не связывать руки с соглашениями, которые запрещено нарушать только нашим бойцам. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев.